Очень часто используется такой прием, как инвертирование. Он имеет смысл? В инвертировании накапливается такой... Химическое вещество называется анауксидемитерфорфурол. Оно имеет канцерогенное свойство. И в то же время ароматику имеет очень близкую к ароматике меда. То есть у нас инвертированный сахар начинает такой легкий-легкий аромат. Это говорит о том, что у нас начал образовываться ауксидемитерфорфурол. Я не советую. Ну, хотя некоторые говорят, что органолептика спирта лучше. Я такого не замечал, честно говоря. Мы сами себе при инвертировании создаем доп. примесь, с которой потом надо бороться. В промышленности производятся соответствующие анализы. За этим следит сам надзор. Они отбирают пробы. Но у нас-то нет такой возможности. И мы не можем контролировать степень инверсии. То есть степень разложения этого сахара на глюкозу и фруктозу. Такой вопрос. Выход это не повысит. Даже не повышает выход? Нет. А при этом набраживается вот это ужасное... Да, да, да. Просто даже интересно, вы давно в этой теме. А откуда это вообще появилось в домашнем инакуре? Нет, ну появилось, я знаю откуда. Из пчеловодства. Пчелу нельзя кормить сахарозой. Обязательно производится ее гидролиз. Самый простой гидролиз – это взять нагреть сахар, добавить туда лимонной кислоты в качестве катализатора. Очень небольшое количество добавляется. И вот этим инвентированным сахаром кормить пчелу. Сейчас имеются соответствующие ферментные препараты. Они тоже есть в продаже. По-моему, называются пчелин. Вот, хотел бы. Да, пчелин. Он при гидролизе пчелином, ухиметилфофорол не образуется. Но я не понимаю, зачем лишили стадии, честно говоря. То есть это такая догма, которая когда-то появилась? Почему более приятная органолептика? Да потому что медом попасть. А мед отвечает оксиметилфофорол ОМФ. Продолжение следует...